Медсестра из Карачаева Черкесия Медсестра из Карачаева Черкесия Медсестра из Карачаева Черкесия Семинар с главами сельских поселений Карачаевского района и Карачаевского городского округа провели сотрудники органов государственной статистики. Оно было посвящено популяризации деятельности Росстата. Ежегодно органами государственной статистики проводится важное обследование, и чтобы они проходили более слаженно, необходимо тесное сотрудничество. В период с 8 по 28 августа органы государственной статистики приступают к реализации очередного обследования, входящего в систему федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторингу экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения. Выборочное наблюдение использует суточный фонд времени населения. Мы в последнее время больше онлайн-совещания, вебинары проводим, это и удобно, но если рассматривать непосредственное общение, конечно, ничем не заменишь его. Поэтому мы решили вот такой оффлай-семинар сегодня провести с главами сельских поселений Карачаевского района и Карачаевского округа. И сегодняшнее наше мероприятие, оно посвящено популяризации деятельности органов государственной статистики. И в частности, мы хотим более подробно рассказать о такой работе нашей органов статистики, как опросы населения, потому что это такая щепетильная работа, мы здесь не защищены законом о статистическом учете, что обязаны наши респонденты предоставлять данные. Наше население исключительно на добровольной основе с нами работает. Поэтому очень важно, чтобы здесь нам тоже оказывали такую помощь, содействие как раз муниципалитеты, потому что все наши опросы происходят на территории муниципальных образований республики. В 2024 году было запланировано проведение трех таких опросов по социально-демографической тематике. Два опроса мы уже провели, это доходы населения и участие в социальных программах, а также второй – комплексное обследование условий жизни населения. И сейчас, в августе, будет проводиться такое уникальное обследование – выборочное наблюдение использования населением суточного фонда времени. Это обследование проводится один раз в пять лет и тоже опосредованно описывает условия и качество жизни населения. В Доме правительства прошло внеочередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В обсуждениях организации хода и летней кампании в режиме видеоконференц-связи приняли участие также представители муниципальных органов и руководители загородных организаций отдыха и оздоровления. Ахмат Халкечев продолжит. Открывая работу Межведомственной комиссии, глава Республиканского Миноборнауки Инна Кравченко особо отметила высокий уровень отлаженной работы пришкольных лагерей как в организационном, так и в методическом планах. Все образовательные и воспитательные программы реализованы качественно и должным образом. Подытожила министр. В пришкольных лагерях отдохнули свыше 6 тысяч детей. Я благодарю каждого из вас, что вы своевременно реагируете на те меры профилактические, которые необходимо проводить в летнюю оздоровительную кампанию и помогаете сделать нам этот отдых ярче, лучше и безопаснее. Ну а самая горячая пора сейчас наступает у загородных лагерей. На сегодняшний день свой летний досуг в них провели более 1 тысячи детей. Вопросов на повестке комиссии было немало, но особое внимание участники заседания акцентировали на обеспечении безопасности в местах массового пребывания детей и подготовку всех категорий специалистов, которые будут задействованы в летней кампании. Как поведал ректор Республиканского института повышения квалификации работников образования Александр Гурин, на сегодняшний день они подготовили свыше 1 тысячи специалистов всех категорий. В этом году впервые была реализована программа «Школа вожатого. Мастерство. Основы теории и практики деятельности вожатых в организациях отдыха детей и их оздоровления». Также 36 часов программа, 16 часов практических занятий, 8 лекций и 12 самостоятельных занятий. Количество прошедших курсов по этой программе составило 60 человек. Тогда как в заявках, по которым составлялось его задание, была потребность только открытие слушателя. Природа нашего террористического края, помимо ярких впечатлений, гарантированно благоприятствует укреплению здоровья. А это, в свою очередь, обеспечивает поток детей из других регионов страны. Около 400 детей отдыхают сейчас в нашей республике из Старобельского района ЛНР. Также до конца лета ожидается группа из Белгородской области. Архмад Халкевичев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Город Карачаевск в эти дни переживает преобразование. В нем строятся объекты для отдыха и спорта, ремонтируются тротуары. И самое главное, в этом году взялись за перекрытие крыш многоэтажных домов и благоустройство дворовых территорий. Каких объектов коснутся новшества, выясняла Мадина Каракетова. Карачаевск без преувеличения можно назвать самым милейшим уголком Карачаева-Черкесии. Обрамленный горными вершинами, утопающий в пышной зелени и дышащий свежестью, студенческий город не оставляет равнодушным того, кто хоть раз здесь побывал. Гордом неонов, ирисов и сирени называют его сторожилой, которые помнят Карачаев в самом его рассвете. И признаются, что очень хочется, чтобы этот город оставался таким же уютным и красивым. В последние несколько лет в Карачаевске появилось немало нужных и важных объектов. Это открытый бассейн, новый благоустроенный парк культуры и отдыха «Зеленый остров», фонтан на главной городской площади наконец-то заработал, строится ледовый дворец. В эти дни кипят работа и по благоустройству пешеходных дорог. Особенно это радует молодых горожанок. Теперь можно смело ходить по аллеям, без риска сломать каблучок. Стало комфортнее ходить по этой территории, не нужно обходить дорогу, чтобы как-то адекватно дойти до работы и так далее. Скамеечки появились, в общем, стало комфортно. Стало намного удобно перебираться, допустим, на «Зеленый остров». Раньше было неудобно, везде были камни, сейчас очень даже удобно, красиво, эстетично. У нас появился свой собственный парк «Зеленый остров», с удовольствием там отдыхаем. Город у нас самый замечательный. В этом году в Карачаевском городском округе запланировано благоустройство двух аллей по федеральной программе «Городская среда». Сейчас на стадии окончания строительства аллеи по улице Ленина в городе Карачаевске протяженностью более 330 метров, площадью более 1000 квадратных метров. В данном проекте предусматривается устройство тротуаров, плитки, скамейки и зеленая зона. Это будут насажены цветы, декоративные деревья. Точно такой же объект с протяженностью 252 метра и с малоархитектурными формами благоустройства строится и в Тиберде. По этой же программе предусмотрено благоустройство и ремонт 10 дворовых территорий. Строительство дворовых территорий у нас по программе идет уже более пяти лет. И это было предусмотрено до 2025 года. Сейчас она сделана бессрочной, в связи с ограничением источников финансирования. Дворы для ремонта выбирали по принципу самые запущенные. В городе Карачаевске таких два двора по улице Курджива 2 и 2Б. Здесь очень ждут обещанных преобразований. Мы очень сильно хотим площадку, потому что в нашем дворе очень много детей и скучно. Мы хотим играться на площадке, кататься на качелях. И у нас нету качель. А где вы играетесь? Мы играем в другом дворе, у бабушки. А далеко? Нет. Рядом отсюда. Посмотрите, все вот обрушилось. Сколько вот здесь двое женщин ноги поломали здесь. Очень грязно. Там мусор с общежития, с того дома. И с магазина, со всех. И даже машины приезжают, этот мусор все туда кидают. Невозможно запах страшный. Нету ничего абсолютно для детей. То они туда наверх бегают, то туда бегают, то сюда бегают. Негде им играть. А лет 15 назад, когда в этот дом переезжала Мария Амбайчорова, этот двор был одним из самых красивых и благоустроенных в округе. Были и клумбы, и детская площадка, и аллеи с бордюрами. Но со временем все приходит в негодность, а тем более, если времени помогают и местные вандалы. В этом году нам обещали все это сделать. Мы вот ждем, как порядочные люди, не спешим. Аллах, это нам все сделает. Дом, конечно, старый. Ему где-то лет 50 есть. А так, не то что двор. У нас в подъездах тоже все рушится. Сами или мы делаем? Сами по себе делаем, своими силами. А так? А платим деньги? Конечно, платим. Потом говорят, должники пусть ваши дают, за эту сумму мы вам сделаем ремонт. А должникам мы какое отношение имеем к жилцам? Вопросов к управляющей компании накопилось много, рассказывают жители многоквартирного дома по Курджиева 2Б к соседям, неплательщикам и собачникам, выгуливающим своих питомцев, где попало и как попало так же. Но это уже другая история. А пока пару недель назад приезжали, сняли самодельное ограждение с импровизированных клумб, обещали, что в скором времени их дворы преобразятся до неузнаваемости. Житель домов по Курджиева 2 и 2Б очень надеется, что это будет действительно скоро. Позитивные изменения, но уже связанные с переустройством и капитальным ремонтом кровли чувствуют жители четырех старых пятиэтажек, как говорят горожане. На улицах Орженикидзе 1А, Курджиева 18 и Мира 9 и на Зеленой 33 в Марайаге. Данные крыши находятся уже в неудовлетворительном состоянии. Были массовые жалобы и в сторону управляющей компании, и в сторону администрации. И администрация, когда создавала краткосрочный план, она отправила в Минстрой с просьбой и заменить именно вот эти дома, которые крыши по данным домам. Ну, там действительно состояние на пятых этажах, на верхних этажах квартиры, там такое плачевное. Парженики Ц1А плоскую кровлю заменят на скатную. На данный момент завершаются работы по установке стропильной системы. Строители устанавливают обрешетку. У Курджиева уже примерно на такой же стадии. Там капитальный ремонт крыши, там уже была шатровая крыша с шифером. На данный момент уже тоже стропильная система установлена, пленкой все накрыли. По зеленой 33 сейчас идут работы по заливке бетонных столбиков и так далее, укреплению стоек. На данный момент там тоже капитальный ремонт крыши. Мы тоже начали, но там чуть-чуть на таком на раннем этапе. Ну вот крыша довольно простая, поэтому думаю, через месяц они уже должны завершать работу. Так что дождливую осень жильцы этих четырех домов встретят уже без тазиков под потолком. Благоустройство Карачаевского городского округа продолжится. Идей много. И мы обязательно порадуемся преобразованием вместе с жителями красивого и уютного Карачаевска. Мадина Каракетова, Мухаммеда Шибуков, Миха Каракелян. Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите интервью старшего помощника прокурора Карачаева-Черкесии Елены Дармаграевой. С ней встретилась Белла Джозаева. С ней встретилась Белла Джозаева.